Я продолжать буду обычную свою страничку, поделюсь наблюдениями. Например, в одной газете было написано, в свыше 60 лет Леонтьев хочет выглядеть на все 100. Ещё в одной газете. На Всероссийскую конференцию для обсуждения проблемы деторождаемости слетели со всей Россией учителя, врачи и специалисты. Парфюмерный магазин Петропавловск-Камчатский. Я зашёл, увидел слоган, такой плакат, и сразу вышел, сразу. Парфюмерный магазин «Душим бесплатно». Сахалин профилакторий. Чё наши пишут? Они вообще понимают, пропущенная процедура считается отпущенной. Стройбутик. Строительный бутик. Бутик – это русское слово «будка», как вы понимаете. Строительный бутик. Немецкие окна, в скобках, проверено на немцев. Вообще интересно, в Москве в строительном магазине подходит ко мне человек такой, продавец, и говорит, вот вам инструкция, как пользоваться шкафами купе. Только не говорите, что это я вам сказал. Потому что меня уволят. Ну, действительно, вы вообще, у многих есть шкафы купе. Вы хоть раз прочитали это? Вы имейте в виду. Я вот вам говорю, у кого есть шкафы купе. В шкафах купе запрещается спать. Стоять, сидеть, разжигать костры. Как вам это нравится? Это для кого инструкция? Содержать домашних животных, детей и стариков. Были случаи. Были. А вы знаете, да? На личном опыте. А, на личном опыте? Ты себя содержал там? Костры жжут. А костры жжут? Костры жжут. Нормальные ребята у меня сегодня на концерте вообще костры жгли. Нельзя, нельзя помещать на нижнюю, на нижнюю рельсу, это, надеюсь, ты не делал, голову. Это опасно для здоровья. Вот так вот поместил и чихать начинаешь сразу. В газете еще несколько объявлений. Требуется уборщица на дому одноразовая. Вообще, это шприца не уборщица. На Сахалине. Отделению экстренной хирургии срочно требуется священник. Не дай бог попасть в это отделение. А кто хочет, со своим священником надо добавлять, приходить. Ищу работу продавцом, готовы? Или продавщицей. Как вам это нравится? Эта страна хорошо жить не будет никогда. Она просто будет всегда жить весело. Вот доказательство тому. Спою на вашей свадьбе поминка. Знаю гимн России. Отче наш. Боже, царь охрани. Шумелка мышь. Вот все. Эта страна всегда будет весело жить. А вот это объявление. Я даже не знаю, каков градус тупизма того, кому вот это нужно. Выход из гастронома на двери перед тем, как человек выходит. Осторожно, там порог. Запятая. Потом ступенька. Запятая. Потом еще одна ступенька. В скобках всего две ступеньки. Улет. Кащенко плачет по этим авторам. Вот. Зубная паста. Продается у нас. Продается на Украине. На Украине интереснее продажа идет. Инструкция на пасти. По-русски. Чистит зубы после каждого приема пищи. На украинском. Чистит зубы дважды в день. Название хорошее парикмахерской. В череповце. Сам пришел. Мол, не сердяешь. Что тебе уши обкарнали. Сам пришел. Ой, название пельменей на Сахалине. Вторая жизнь телят. Какой же грех совершили телята в прошлой жизни, что их реинкарнация в пельмень произошла? Ценник печенья в Петербурге называется печенье. Мазурик с помадкой. Люди вообще чувствуют слова или нет? Или их надо к Брэндону отправлять на изучение? Вот. Туалет называется золотой ключик. В Иркутске, в раздевалке дворца спорта. На стене. В мужской раздевалке. На стене. Я тебя люблю, Люся. Это мужская раздевалка, понимаешь? А вот в магазине во Владивостоке. Наш человек, конечно, совсем крышу снесло. Попугая не пытать. Он неговорящий. Потому что русский человек от попугая так не отойдет. Ты будешь, падла, разговаривать. И те зенки выехали. Внимание, акция. В нашем гастрономе при покупке двух бутылок водки нож в подарок. Удивительно. Вот где логика, да? У нашего человека чувство опережает логику. Особенно у женщин. Ну, может, это и хорошо. Но это только наши женщины. Например, учительница говорит в школе ученику, постой иди сядь. Он какую должен команду выполнять из этой? На Сахалине от деваха замечательная барменша обслуживает американцев. Я ее спрашиваю, ты, наверное, по-английски умеешь? Говорит она, говорит, не умею, но приходится. Какой же способный народ, да? Аптека в Хабаровске. Посетительница, дайте мне 30 таблеток от высокого давления. Подумала и говорит, и 30 лейкопластырей. В аптеке повисла пауза. Все, кто слышали это, в зависе. Зависли. И даже аптекарша так подумала, спрашивала, зачем вам столько лейкопластырей? Она отвечает, когда я выпиваю, понимаете, таблетку от давления, у меня каждый раз голова кружится, и я хлопаю с головой о пол. Гениальный народ. На осмотре у стоматолога, женщина-стоматолог. Раз у вас пломба, два пломба, три пломба. Скажите, вы когда-нибудь зубы лечили? Остановка автобуса. Стоит деваха такая, мозг чистый. Знаете, есть такие молодые девушки, которые мозг девственный такой. Вот ни разу не пользовалась. Ест беляш. Абсолютно пустой головой. Она не ртом, головой, ест беляш. Подходит молодой парень, спрашивает, давно автобуса нет, готова? Она говорит, второй беляш доедает. Мужик при мне выбирает сковородку. Мужик, выбирающий сковородку, это вообще наблюдашка. Всерьез что-то царапает пальцем. Чего ты понимаешь в сковородках? Ты занимайся своим делом. Подходит продавщица такая. Смотрела, смотрела, говорит. Вы какую сковородку хотите? Она говорит, чугунную. Она посмотрела, она говорит, вы женаты? Он говорит, да. Она говорит, вам лучше алюминиевую взять. А сейчас еще сказали, в советское время тетки грубили в сервисе. А сейчас им сказали улыбаться. Они грубят, улыбаясь теперь. Это такой эффект интересный. Вот тоже, только наши. Из серии «Только наши». Продавщица говорит молодому парню, которому ей не хватает сдачи дать ему. И она говорит, да ладно, 3 рубля занесешь в следующий раз, говорит она. А он так удивился, но в мире такого никто не скажет. А он говорит, а она, у нее улыбка такая, у нее металл, металлический рот такой, какой-то хэви метал вот здесь. А он говорит, а если я забуду? Она говорит, не забудем. Я тебе приснюсь. Два моряка из Владивостока решили купить на Хоккайдо, остров самый близкий к нашим Курильским островам, японский остров, решили купить японские часы. Зашли в японский магазинчик, купили часы с гарантией, а в гарантии было написано, что они температуры не боятся, пыли, пули непроницаемые, и вообще можно под воду на 200 метров, хотя непонятно зачем в часах под воду лезть на 200 метров. И ребята, когда прочитали, все такая гарантия, думают, не верим мы японцам. Что-то они косые какие-то. Надо проверить. Хитрые рожи такие. Вот надо им это. Они бросили часы в кипяток, проверить. И забыли про них. Стали смотреть телевизор. Когда запахло часами, они прибежали на кухню, вода испарилась, часы, это уже не часы были, это пуговица от кальсон 30-х годов Красной Армии. Тот расстроился, обладатель часов, хозяин, а другой ему говорит, да не расстраивайся, у нас же гарантия. Гениальный народ, с ним воевать не надо. И на следующий день они пошли по гарантии. Вот эту пуговицу менять. Когда японец-продавец вот это увидел, выкидыш часов, вот этот вот. Он говорит, что вы с ними делали? Они говорят, ну так, подогрели чуть-чуть. Он по гарантии им выдал новые часы, а сам побежал к хозяину, когда ребята ушли с новыми часами, а хозяин знал русский, потому что учился во Владивостоке. И он, когда увидел это, он понял, надо догонять. Он догнал наших и говорит, скажите, мы вам уже выдали гарантию, все, честно, скажите, что вы с ними делали? Наши говорят, да чё, чё, сварили. Вот разница между японцами и нашими, да? На следующий день в витрине этого часового магазина японского крупно по-русски часы не варить. А сейчас, поездив по России, я бывал во многих кафе, в забегаловках, перекусочках. Какие блюда теперь придумывают? Какая фантазия у нашего человека? Нигде в мире таких блюд вы не поедите. Например, значит, телятина по-неапольски в деревне Нижняя Кидалова. Это... Вот надо было мне туда поехать, чтобы по-неапольски там посъесть. Семечки гламурные, но это ладно. Семечки пандалузские. Семечки пандалузские, это как лапки по-вашингтонски. Филе лосося в загадочной фанеровке. Вы лосося в фанеру упакованного ели когда-нибудь? В гробике такого. Биточки, обделанные в сухарях. Не дай бог вообще посмотреть даже на это. Спагетти бабушкины останки. Форель опущенная. Десерт а-ля коллайдер. Котлеты рубленные по-ворошиловски. Глазуни из трех яиц Дракула. Яичница с любовью не шутят. Пирожки замедленного действия. Десерт пирожное Наполеон подмосковный. В ванильном соусе от Кутузова. Десерт дыня голая правда. Веджетейбл фьюжн. Это вообще непонятно. За веджетейбловый фьюжн надо фейзом аптейбл возить. Яйца игристые. Настойка для мужчин из чукотских рогов. В скобках. Рога оленей. Мол, не чубьте. В Иркутске. На витрине магазинов. Хрен с лимоном. Хрен с растительным маслом. Так перетянется. Хрен с клюквой. Хрен с брусенькой. Хрен с орехами. Внизу. Какого хрена вам еще надо? Реклама нормальная? Вот это бы на пользу родине. В Одессе кафе написано борщ 7 гривен, пельмени 6 гривен, бабушкино мясо 12 гривен. Садист на садист. Садист на садист.